Почему Долина Смерти, которая находится в Соединенных Штатах Америки, называется именно таким страшным образом? Друзья, ссылка на источник в описании под видео. Смотрим. На физической карте хорошо видно, что США как бы разделены на две части. Более плодородный – это равнинный восток, он же и гористый, и, конечно же, тот самый засушливый запад. При этом в западной части среди гор виднеются различные долины. Самая большая и заметная – это Долина Калифорнийская. Так вот, Долину Смерти найти довольно легко. Она лежит как раз именно по дороге из Калифорнийской долины в тот самый Лас-Вегас. На карте она виднеется как маленькое такое, знаете, зеленое пятнышко. Во-первых, нужно помнить, ее площадь – 7800 квадратных километров. Шутка ли сказать, Москва в пределах МКАДа уместилась бы там, ну, как минимум, 8 раз. Так что территория, друзья, немаленькая. Во-вторых, реальной зелени в Долине Смерти, если даже она и есть, ее, в принципе, не так уж и много. И, между прочим, это самое жаркое место не только в самих Штатах, но и всего западного полушария планеты. То есть, в Долине Смерти жарче даже, чем в Западной Сахаре, например. Здесь зафиксирована рекордная температура в плюс 56,7 по Цельсию, только вдумайтесь. И это при том, что место расположено в 3,5 тысячах километрах от экватора. Примерно на широте Сирии, чтобы вы понимали, и также примерно на широте Южной Кореи. Друзья, на самом деле, название долины было присвоено американцами еще в 1849 году. До тех пор местные индейцы называли ее Тимбиша, что значит каменная краска. Почему? Потому что в долине имеются огромные запасы красной охры, которые издревле использовали как краситель. Так вот, во время Калифорнийской золотой лихорадки, а я хочу напомнить, это было на Западе США, и, скажем так, в срочном порядке, сюда в свое время приезжало, а точнее переехало, скажем точнее, более 300 тысяч человек. Все они рылись, копались. Почему? Потому что искали то самое золото. Золотоискатели действительно лихорадочно изучали и осваивали данные места в поисках драгоценного металла. И вот однажды группа из 15 таких вот искателей, приключений, она пробралась и попала вот в эту самую долину Тимбиша. У них там что-то не получилось, что-то не заладилось, они попали в какую-то передрягу и в конце концов погибли. И погибли все, кроме двух человек. Как гласит легенда, эти двое выживших покидали долину из последних сил, на последних порах, на издыхании последнем. И один из них произнес, ну что же, прощай, долина смерти. Звучала ли эта фраза в реальности или нет, это, конечно, нам с вами неизвестно. Однако именно в память о погибших 13 золотоискателях, их коллеги, если так можно выразиться, стали называть данную местность долиной смерти. Субтитры создавал DimaTorzok